всем кто заходит наше здрасте венгерская как вы будет ну этот господи добрый вечер я тут был вот как будет добрый день я помню и и на под и она мне больше нравится когда мой стрим смотрят израильтяне не понимают ни слова как написал на судимых наших любимых друзов а джо от мне написал не горит неважно что ты там говоришь мне тебя просто смотреть и вот такой человек просто смотреть на меня и мужик выхватает без всяких моих объяснений без понимания о чем я вообще говорю вот здравствуйте всем кто присоединяется сегодня у нас было 20 было пока есть 22 сентября 2022 года идет точнее прошел второй день чемпионата мира по карпишингу который проходит на озере деседа в городе капшвар в бенгрии кто не знает что это водоем дадите почитайте принципе водоем очень красивый достаточно большой как у всей воды в европе он используется для разных видов рыбалки очень не будут фигуристы и как бы тут же тут и спиннингисты тоже очень любят потому что есть так и щука короче такой стандартный вот водоем с европейской рыбы ну и естественно карп и амур единственно что у всех результатов которые пока на сегодняшнем видео амура я не видел то есть везде записано карп-карп-карп-карп не знаю на что в семнадцатом году был амур и на амуре в некоторые команды сделали себе карьеру вот смешно что за нами следят разные люди не услия в хорошем слаб сейчас я все расскажу хорошем смысле слова следят то есть как бы болеют за нас люди которых этого не ожидалось удивитесь на за нас болеет хозяин компании дуди байкс румынской который в принципе должен болеть за свою румынскую сборную но мне так что написал что мы просто очень крутые и чтобы мы так держали дал помощью пару советов правда я не верю что мы будем к ним прислушиваться на всякий случай понимаете вроде человека от души пишет а мало ли чему что мы там задача не дать нам подняться выше хорошо вот за нас очень сильно болеет наш бывший тренер который у нас был когда мы ездили в сербию мини болезни к постоянно следить за результатами тормошит меня бесконечно напиши там что как где как то как то ловит ну приятно просто что есть люди которые реально болеют за нашу сборную и они не из рультяне не еврей как бы вообще вот по поводу результатов если вы следите за моей странице на фейсбуке то я общем то там как бы публикую эти ну как они называются таблицы я опубликовал последнюю интересно посмотреть да да я опубликовал на которое вышло 19 часов это последняя которая была официальная в которой дима я тебя понимаю да смотри ваши там реально рвут я не знаю что там за секрет они открыли но они реально рвут водоем как бы они очень хорошо пошли вот если вы посмотрите на таблице которая выставлял после 19 часов то мы до сих пор на шестом месте и там не учтены еще рыбы которые есть у наших ребят поэтому есть шанс даже подняться выше шестого места я не верю что это будет очень надолго потому что мы же сражаемся с очень сильными командами мы сражаемся с командами многие из которых были неоднократными чемпионами мира вот а наш лучший результат молдавская кукуруза ладно поверим что как бы мы сражаемся с сборами которые реально сильный и мне это сказать я лично очень горд что мы сейчас находимся в этом списке списке этих команд которые вот доказывали неоднократно что они могут хотят и могут посмотрим ребята как вы понимаете это предметом энтузиазм заряжает их энергии потому что как бы когда тебя нет рыбы тяги клюет и на последнем месте тут и в итоге опускаешь руки очень часто команды просто сдаются до кончания соревнований они не верят уже него что они просто уже шансов нет а вот те команды которые таки да до последнего сражаются часто бывают ситуации когда она может быть не на первое место но по крайней мере как бы могут подняться и на пятое на третье иногда даже бывало такое за за ночь поднимались а вот посмотрите какой клёв на этом воды но никакого клёва между нами девочками если мы глядим на эти на таблицы то ну блин где моя таблица а вот то есть как бы смотрите вот как бы у нас сейчас 1428 стран из которых у вас есть четыре страны с одной рыбой есть куча стран с двумя-тремя рыбами и вот там буквально несколько у которых больше четырех рыб восемь девять семнадцать девять пятнадцать и так далее но это исключение из правил это не правило да это я диме но джекстрим не здесь сожалению и это мало что кому поможет потому что у нас то по любому этого нет понимаешь так что такое дело но как бы хорошая реклама вашей продукции я скажу если это так вот завтра у нас день заноса доноса точнее прикормки по правилам с 10 10 утра до 12 часов дня можно донести прикормку командам час он там внизу бурлит работа ребята варят жарят парят готовят потому что есть команду которая кое-что уже заканчивается есть команду которая все хватает ну короче чем будем это делать самая большая проблема с этим в том что въезд машин на территории водоема запрещен а от стоянок до секторов команд там вот 500 до километров 100 метров до километра это то вот все тащить на себе это несколько тяжело особенно когда у тебя там какие-то ведра тяжеленные большие я не знаю как они выпускать честь но они были молодые спортивные там на все помощники я бы не видал честно не обижайтесь на защите скажем там 100 килограмм на расстоянии полукилометра это уже не мой вид свой перёж спасибо естественно чайок у нас есть мед правда нет но если бы ну будем лечиться но тоже когда я с вами сейчас покончу не уже пойдут пить чаю что у нас остается на то это завтрашний день и остается суббота до 26 мая какая тележка первым надо три тележки не одну что время очень ограничено это другой стороны на все модную машину машина одна поэтому разводить придется с одной машиной и подтяжка она будет выглядеть так что олег подъезжает скажу начало зоны эй сбрасывает там того кто будет это таскать зона и и мчится дальше бегом-бегом в зону бить сбрасывает зоны битого кто будет таскать там и мчится дальше в общем тяжко будет хотя тяжко будет можно подумать что сегодня и вчера это были прям такие пляжные прогулки тоже вот вы будет я не запрещает его фотографировать после приезда сюда она делает потому что если мы посмотрели вы бы это самое испугались просто как выглядит тренер когда он выжат как лимон сидит и как рыба она махни ручкой водика узнали все вот это один из наших незаменимых помощников молодой спортивный боец говорится бегун в дальней дистанции фотограф шпион господи сколько у него специальностей на этом водоеме сразу вот кстати да я я не помню оговорил спасибо не говорил спасибо вот саша прайс я вижу зашел ему друзякам которые меня сегодня привезли с брифинга капитана потому что летние там подло бросил стал пешком пойдет оттуда пешком думаю километров 8 вокруг озера можно даже больше не надо посчитать но короче меня усадили в шикарную машину и отвезли прямо к буфету спасибо большое ребята вот сейчас нам привезли флаги спонсорские в компании катран пришли были доставить к началу соревнований но как всегда получается все через вещи вот и и джили привез только силы поэтому они появятся в секторах за компания катран нам очень помогла она помогла и качестве спонсора выделив для спортсменов расходные материалы плюс она помогла вам заказом шикарной формы вот и продала нам эту форму как бы то есть она не бесплатная форма но она стоит намного дешевле там раза в два дешевле чем она стоит официально магазин значит тем кто не услышал чем закончился история с медом у нас было просто очень очень мало времени на магазин потому что ребятам очень много чего нужно делать готовить прикормку на завтра варить кипятить замачивать короче работы много а все ужасно устали все хотят спать а вставать пол шестого поэтому как бы мы пробежали через супер просто как через вот так на ходу хватая с пола продукты закидывая их в этот тележку естественно как бы про мед я не подумал вот я не знаю вы слышали или нет насчет воды что я как бы хапанул упаковку воды она оказалась газировка который я очень люблю вот и тренер идет тренер не хочешь сказать пару слов на сегодняшний хороший день но как бы я не слышал был тяжелый нет но бассейдер он был тяжелый ну вот товарищ ребят это наш тренер главный герой сегодняшний который жизнь свою кладет на алтач и здоровье свое кладет и как бы да да и короче многословий да он короче хороший любите его работаем работаем сейчас сидели был тренерский совет разрабатывать стратегию на завтра час до ночи ночи сейчас заново дали распоряжение всех командах поломли туда где почем и как мы надеемся что верим надеемся нет мы верим верим вот верю что немножко распогодится и рыбалка сегодня рыбалки не было я об этом упоминал что по результатам взвешивания видно что но очень плохо на и вчера не сильно говорится да чтобы не раскрыть наши секреты все тренер отпускаем тренер отпускаем и снова появится я появляется болит извиняюсь вас немножко звуком в голове тюкну вот там вокруг это озеро с когда вы посмотрели это мой дневной стрим куча всяких деревьев я сегодня вот орешек прямо на деле там полно орехов можно насобирать и домой вести жена любимая секретов огромное количество никому не выдадим даже попытками вот только за хороший день пока никто денег не предлагал поэтому извините вот я понимаю что у вас как бы уже пол одиннадцатого и вам надо идти ложиться спать визе я у нас как будет что называется в грустном тоже бывают свои какие-то моменты у нас получается сейчас есть еще один лишний самолетный билет с лишним багажом это был телефон для нас теперь появился как бы к сожалению к сожалению появился лишний багаж ну как бы в каждом места так что можно пару орешков набрать завтра как я сказал будет доводской корма из-за того что он будет с 10 до 12 встреча капитана переносится на три часа дня и я реально уже не знаю если смысл на нее ехать скажем украинские команды обычно не ездят на эти брифинги потому что как бы даже не знаю я на самом деле сегодня было несколько вопросов которые реально надо было поднимать и забывать если бы их не знали не задали то были было бы не разбери поэтому я не знаю мне кажется что там ну по крайней мере и на первый брифинг который происходит на второй день надо ходить потому что за этот день когда начался турнир накапливается огромная престижа и недоразумений и судьи некоторые неправильно делают что-то и не судьи которые очень плохо говорят по-английски или вообще не говорят по-английски невозможно с ним объясниться и что ты ему сказать поэтому это все выносится потом на это обсуждение и записывается там всякие поправки исправления чего нужно сделать и бедный этот администратор соревнований просто я живем себя вижу да я прекрасно понимаю как бы я себя чувствовал на его месте когда бы на меня вот это все болелось со всех сторон шоу все у вас не так и сектора кривые ленточки плохо натянуты и вообще там буй в воде не так стоит вот короче мне его реально жалко было сегодня потому что загоняли он делал сегодня пришел туда к буфету он шел такой несчастный такой пущен я ему пытаюсь улыбаться у меня уже сил даже на улыбку не бедня просто он в принципе один из немногих кто знает английский язык среди судейских и естественно все вопросы к нему ну что делать вот завтра по поводу эфиров и новостей как бы на новости я буду публиковать таблицы как только они будут поступать ко мне их тут же буду публиковать буду я публиковать таблицы результатов если будет к будут какие-то фотографии будут фотографии публиковать но прям все сильно так не ждите и получится выйду в эфир не получится выйду в эфир короче это уже как бы не от меня зависит а от олега вот так что пошли мы мыться бриться нет мама у нас в команде не все далеко говорят по-английски сожалению нас компания близки говорят наверно четверо наш ситуация в этих венгров потому что а зачем им нужен год английский язык школы особенно пожалуй него не учили поэтому они вы не знали молодежь еще туда-сюда хотя сейчас у меня с мы сегодня смотрел сегодня общался с молодежью местной что-то она как-то совсем криво он даже не знает простейших словами ну я им не врач чего буду с ними на эту тему рассуждать в общем все на этом мы заканчиваем как бы результат я сказал мы на шестом месте на данную минуту чтобы завтра не знаю сообщу завтра не так крутой результат на сборной израиля поэтому держим кулаки крещиваем пальцы льем через плечо включим по дереву это у нас еще надо делать короче делаем все и болеем за нашу сборную вот и всем большое спасибо тем кто нас поддерживает пишет нам фидбуки кто пишет комментарии и передает привет и ребятам всем это приятно многие из них тоже заходят посмотрите на мои стримы поэтому ваши лайки ваши именно большие пальцы это как бы тоже им все очень приятно ну и как говорит товарищ хэгин распространяйте это видео подписывайтесь на канал и смотрите нас ждите наших новостей слов я верю что вы болеете да что вы реально следите вот и это очень важно для нас потому что чем больше у нас людей поддерживать тем больше энергетический импульс мы чувствуем от вас который приходит и он поддерживает руками называется насколько я устал что я сейчас пытаюсь мышкой на телефоне нажать на кнопку где мышка где телефона где кнопку ладно всем огромное спасибо следите за за моей страницей как только что появится я я пытаюсь тегать как бы людей до добавлять людей чтобы они получили уведомление но это настолько неудобно на телефоне если не представляете если у меня в контактах находится порядка там 300 чем-то контактов блистать все всем спасибо